МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одним словом, внимательно следим за работой Совета. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Афанасьевич Кристинин, депутат Совета депутатов городского Курголюберца, который не раз уже был нашим гостем. Я так понимаю, в очередной раз вы стали депутатом. Как кампания проходила, Дмитрий Афанасьевич? Добрый день, Николай. Добрый день, уважаемые земляки. Кампания проходила, как всегда, насыщенно. Было много живого общения с избирателями. Зашли в каждый дворик. То есть пришли прямо к каждому, практически к каждому подъезду, если можно так сказать. Да, и я хочу отметить, что и до этого, в принципе, уже на территории нашего избирательного округа не было бы той территории, куда мы уже не заходили, потому что на протяжении уже многих лет все это отрабатывалось. То есть схема работает. Схему работает. Вы знаете, что мы всегда в зоне доступа, всегда открыты для общения с избирателями, как по телефонной связи, так и в личном общении. Мы продолжили все свои традиции, продуктивно считаю, отработали, набрали очень много наказов на будущее. Мы сейчас об этом поговорим. Но вот у меня такой вопрос. Мы до начала программы выяснили, что вы в четвертый раз становитесь депутатом. Конечно, с одной стороны, это кажется уже прям в хорошем смысле слова срок. С другой стороны, вы помните свое первое депутатство? Да, конечно. И вот какое было волнение тогда и сейчас? В чем разница? Ну, вы знаете, это совсем разный процесс. Во-первых, первый раз депутатом я избрался в 2009 году. И это были крайние одномандатные выборы по одномандатным округам. И тогда же состоялись крайние выборы прямой главы города Люберцы. И с этого момента, именно с этих выборов для моего, нашего родного города Люберцы началось развитие, какой-то новый период именно восстановления, развития и дальнейших каких-то... И создания, и создания чего-то нового. Я так понимаю, пришла некая когорта людей, которые общими усилиями приступили к работе. Не все получалось, потому что времени прошло много, но, наверное, это и есть депутатская работа, потому что есть наказы, которые довольно долго выполняются в силу просто различных причин. Но вы же понимаете, что раз в четвертый раз вас подтверждают избиратели? Самому не верю, если честно. Ну вот когда вот сейчас шли, было ощущение? Ну сколько же можно? И опять? Нет, если у меня появилось желание, что я устал, я бы принял решение этого не делать. Значит, не устали, значит, готовы к работе. Тогда следующий вопрос. Вот нынешний совет депутатов, там есть депутаты опытные, такие, как вы, есть депутаты, которые, ну, помоложе с точки зрения, может быть, даже и возраста, и, скажем, своих депутатских полномочий, да, которые первый раз стали депутатами. Я всем задаю этот вопрос. Насколько вы оцениваете сегодня работу совета в целом? Потому что именно этот совет будет решать судьбу городского округа Люберца в ближайшее время. Ведь кто-то ушел, с кем-то вы работали, кто-то ушел, кто-то пришел на его место. Всяко же бывает? Безусловно, это жизнь, и знания передают старшими товарищами, принимаются новыми. То есть преемственность. Да, и, ну, конечно, может быть, когда-то бывает и грустно, потому что привыкли друг к другу. Коллектив. Да, на самом деле это жизнь, и молодым везде у нас дорога. И это, безусловно, этот процесс, он должен происходить без него никак. Развития не будет. Однозначно. Ну, по тем заседаниям постоянных депутатских комиссий, тем заседаниям Совета депутатов, которые прошли, хочу отметить, что и молодежь, она, ну, во-первых, проявляет живой интерес, очень внимательно вникает во все события, документы, не стесняется задавать вопросы, если что-то непонятно, целеустремленно видит для себя вот именно вот задачу. Ну, то есть не просто так, пришли, то есть пришли работать, потому что это важно. Да, да. Потому что одно дело, когда депутат уже опытен, у него уже есть в хорошем смысле слова наработанные связи, возможности, он может какие-то вопросы, которые новичку решать сложнее, да, он решит быстрее. Вот, и тут, наверное, важно еще с точки зрения депутатского корпуса, вот того костяка, который сохранился, да, чтобы быстренько подтянуть этих новых своих коллег и делать дело. Все так. И хочу отметить, что все-таки, вот, как вы в начале разговора заметили, вот как было вот в первый мой раз, как и сейчас, и тогда была сложная ситуация, тогда был, можно сказать, печальный бюджет, тогда не было ничего, тогда нужно было принимать экстренные какие-то решения, куда направить появляющийся уже за пятилетку работы к 14-му году бюджет. Такие решения принимались. Сейчас ситуация иная. Сейчас город стал совсем иным. Нету без исключения одной дороги общего пользования, где бы не был проведен. Не проводился даже, так скажем, по потребностям капитальный ремонт асфальтового покрытия. Нет ни одной придомовой территории, где бы не выполнялись подобные работы. Произведено массовое комплексное благоустройство, что включает в себя установку детских и спортивных игровых площадок, ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, новых завязных карманов под автотранспорт личный. То есть в 2005 году было трудности такое? До этого вопроса ничего не было. Поэтому вот сейчас реально в чем-то это проще, но и городское хозяйство – это фактически живой организм, его нельзя тоже один раз сделать, и потом забыть, и смотреть, как организм сам по себе живет. Ему внимание нужно уделять постоянно, и это внимание должным образом уделяется, и все работы выполняются, все 17 муниципальных программ, которые работали, они продолжают работать в городском округе Люберство. Сейчас, в данный момент, формируется бюджет, уже выносится его проект за принятие его за основу, назначаются даты публичных слушаний. А публичные слушания будут привлекаться и простые граждане, да? Или это только депутаты будут слушать? Все, любые жители городского округа Люберца имеют право задать свои вопросы. А как вы как депутат или комиссия, вы в какой комиссии сейчас? Меня избрали председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, экономической и финансовой политики, экономики, муниципальной собственности. То есть это человек, который все знает про бюджет, но не все нам расскажет, я прекрасно понимаю, потому что он еще как бы не принят, но тем не менее. Вот бюджет формируется, исходя из обсуждений с депутатами, обсуждения с администрацией, обсуждения, я не знаю, с депутатами областной думы, с жителями, естественно. Как происходит этот процесс создания бюджета, когда он в конце будет подписан? Вы все это назвали. Я хочу отметить, что, безусловно, мы работаем и всегда мы работали, и подобное взаимодействие, оно отлажено, и администрация, и депутат, и жители во всех наших работах, общениях, это является, на мой взгляд, одним целым организмом, потому что мы и выстроили такое взаимодействие. У нас это получается. На первом заседании Совета депутатов нашим председателям Совета Владимиром Петровичем Ржевским была поставлена задача воедино каждому округу скомпоновать те пожелания и наказы, которые были получены нами от наших избирателей в процессе выборной кампании, и со всеми профильными замами этот вопрос обсудить, и получить от всех понимание о включении в план будущих работ, на какой год это возможно сделать в соответствии с имеющимся бюджетом. Ну, я хочу сказать, это правильно, это нужно, и это во многом упростить всем задачи, ведь цели и задачи у нас одни, и в администрации, у Совета депутатов, сделать жизнь наших горожан, всего городского округа Люберц, как муниципального образования более комфортной, понятной и вызывающей просто приятие самих жителей и удовольствие от того, что они проживают в родном городе Люберц. Ну и, наверное, ощущение, как бы это слово никто не понимал, некой заботы. Почему? Потому что мы тоже с депутатами разными общались, мы же прекрасно понимаем, что есть коренные жители Люберец, которые знают историю города, которые любят свой город и так далее. А есть люди, которые работают в Москве, а в Люберцах, ну, либо купили квартиру, очень много было вопросов про молодые ЖКХ, скажем так, да, да, и, в общем-то, и здесь уже в домах, что называется, с историей, тоже люди снимают квартиру и просто здесь ночуют, работают в Москве. Ведь это важно, наверное, тоже, чтобы этих людей, которые вроде как не являются коренными люберчанами, ну, чтобы они увидели, что да, здесь тоже можно не только спать, но и гулять, и ходить, и, может быть, поискать здесь себе работу, чтобы не ездить в Москву, правильно я понимаю? Есть вот такое направление. Ну, у нас уже так сложилось исторически, что на территории нашего третьего избирательного округа находится одна из жемчужин Люберец, это Наташевский парк, который тоже в том же 2009 году еще совсем кардинально разнился с тем, что есть сейчас. Сейчас, на самом деле, тогда это был лес, так скажем, да, какой-то, ну, лесок. Наташевский лес. Да, да, сейчас это именно тот продукт, это та зона отдыха, которую тянутся, и причем не только люберчане, и с Москвы приезжают, ну, да, посмотришь, что-то новое. И сейчас это действительно зона отдыха, со всеми возможностями и для активного отдыха, и для детей, и для взрослых, и для старшего поколения, для более молодого, для всех. И этот процесс, он не останавливается, он продолжает развиваться. То есть в бюджете тоже есть на... Да, реконструкция Наташевского парка, она будет проходить и в будущие года. Есть пожелания очень серьезные, это все-таки пруды мелеют, мелеют не по нашей, к сожалению, вине, но, тем не менее, мы все заинтересованы в том, чтобы они сохранились. То есть почистить их можно немножко? Мы ведем работу в этом направлении, и этот наказ, он стоит в голове всего нашего будущего плана, потому что это, на самом деле, это серьезный момент, и он важен для всех люберчан. Так, и когда этот наказ планируется выполнить, или он будет... Вот сейчас, при формировании бюджета, мы будем получать это понимание. Тогда это будет возможно. Хорошо. Во второй части мы поговорим конкретно о ваших наказах, а сейчас я хотел, чтобы вы напомнили своим избирателям, конкретно вашим, которые, может быть, принимали участие в выборной кампании и персонально голосовали за вас. Может быть, не голосовали по каким-то своим соображениям, а может быть, не голосовали, потому что просто не участвовали в кампании. Но они теперь ваши. Вот как с вами связаться, и как... Вот вы сказали, что телефон есть, видимо, есть какие-то электронные способы, и где вы принимаете? Работает сайт депутата Кристинина. Кристинин-депутат.ру в сети интернет. Контактный телефон 8-985-304-2141. В рабочее время он всегда включен. Прием мной лично осуществляется по адресу Урицкого, дом 17, помещение ЖЭО 7, кабинет начальника ЖЭО. Последний вторник месяц с 15 до 17 часов. Запись не требуется. Все наши жители, которые приходят на прием, они мной принимаются. Ну что ж, делаем сейчас небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях депутат Совета депутатов городского круголюберца Дмитрий Кристинин. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Певненко, а в гостях у нас депутат Совета депутатов Дмитрий Афанасьевич Кристинин. Депутат с опытом, депутат, который, можно сказать, уже стоял у истока в создании вот этих нового городского круголюберца, с новыми приятностями, но и с теми проблемами, которые появляются, их решают, потом они опять появляются и решают. Давайте поговорим о наказах избирателей. Я так понимаю, что наказы вы получали и во время предвыборной кампании. Говорят депутаты, ваши коллеги, что некоторые успели даже во время предвыборной кампании какие-то вопросы прожить. Ну, давайте о наказах, которые исполнены и о наказах, которые получали. Над чем работаете? На самом деле, линейка пожеланий от наших жителей, она широка. Есть и личные обращения, есть и коллективные обращения, и к осуществляющиеся мест общих пользований, лично каких-то отдельно взятых под домовых территорий и все. Перечень, на самом деле, широк. Но мне бы хотелось отметить, что и огромная работа была проведена за минувшие годы, и очень много сделано. Сейчас, вот, к примеру, на самый первый мой прием, после избрания в новой составе депутатов, ко мне пришло трое жительниц дома по улице Шевлякова, 17. И они задали вопрос касаемо своей под домовой территории. Вопрос я рассмотрел, я выезжал на место еще предметно, чтобы обсудить этот вопрос и со всеми заинтересованными сторонами. И сейчас мы понимаем, что под домовой территорий находится в плачевном состоянии. Ремонт там требуется. Мною, соответственно, подготовлено и направлено обращение к профильному заместителю главы городского круга Люберца о включении этой под домовой территории в план работы по комплексному благоустройству. Как быстро это получится, хотелось бы это на будущий год сделать, но будем понимать. Люди знают, что вы включили, да? То есть вы им сообщили об этом? Вот пока я еще им не сообщил, потому что мы пока не понимаем времени выполнения работы. А, вы должны сообщить именно с времени? Когда мы окончательно поймем, когда это будет возможно сделать, тогда мы это... Ну, то есть срок должен быть, да? Да, ну, скажем так, есть такой вот тоже вопрос неоднозначный. Построена на преддомовой территории, правильно сказать, на преддомовых территориях двух домов Установлена детская игровая площадка. Но баланс она не стала, потому что у двух этих домов разноуправляющая организация. А, вот так. Вроде вам будет достойно, но обслуживать-то ее требуется. Ну, да. И одна и вторая готовы это сделать, организация. Но для них это целевое использование их финансов, поэтому они должны получить какое-то распоряжение об этом. И вот вроде вопрос, он незначительный, но, тем не менее, он решение требует, потому что это вот такой процесс. И в этом направлении работа ведется, и я надеюсь, что в ближайшее время уже это все будет исполнено, указание будет дано. Так, какие еще наказы? С чем приходят? Ну, наверное, как всегда, здоровье, деньги просят, наверное, да? Многие депутаты говорят, а вы же не можете конкретно, ну, давать деньги, но можете там помочь, направить куда-то. Какие еще? Вот что людям еще нужно? Вопросов очень много, реально. И помощь незащищенным слоям населения, и все остальное, и какие-то личные пожелания. И вы знаете, сейчас все депутаты включаются плотно в работу по помощи всеми мобилизованных. Ни один процесс общественный не обходится без нас. В любом случае, кто-то, ну, кто-то менее активную силу какой-то занят, кто-то более, мы принимаем в этом участие, делаем это, соответственно, от души. Потому что так же мы за все это переживаем и стараемся... По максимуму, да, от работы все пожелания всех к нам полученных обращений. Безусловно, ну, не всегда это может получиться, потому что, ну, обращения бывают разные, и на нашем уровне они могут быть неисполнимы. Ну, в силу даже хотя бы того, что депутаты Совета депутатов городского Куглиберца не имеют никакой финансовой составляющей от бюджета. Депутаты только на постоянной основе получают заработную плату, а не на постоянной основе. Это депутаты, которые работают в каких-то иных организациях, местах частных, муниципальных, государственных. Но, тем не менее, они заработную плату получают из своих других источников. И всю ту помощь, которую кто-то считает нужным оказать, нуждающим, все это, соответственно, происходит из личных средств. А вот бытовые проблемы, потому что у нас здесь были ваши коллеги, которые, ну, так или иначе, занимаются ЖКХ, свет, вода, газ, все проблемы и так далее. Покрасить подъезд, я не знаю, там, вплоть до того, что лавочку куда-то либо поставить, либо не поставить и так далее. Вот тоже постоянно эти проблемы возникают. Их стало больше или они вот такие, ну, постоянно заменяющиеся? Не потому что плохо, а потому что вот, ну, устарела лавочка, значит, новую надо поставить, да? Да, работа ведется постоянно, но вы уже слышали, прием лично я осуществляю в кабинете начальника ЖУ-7. Не зря, не зря. То есть вы прям сразу же после приема идете? Ну, Вячеслав Викторович Рудиков, начальник ЖУ-7, мы с ним очень много лет, очень плотно взаимодействуем. И многие вопросы, слава богу, нам получалось решать очень гораздо проще и помогая друг другу. И это взаимодействие, оно продолжается. Но на нашем избирательном округе работают еще два территориальных подразделения АОЛГЖТ. Это еще и ЖУ-6, и ЖУ-8. И с начальником ЖУ-6, Светланой Владимировичем Стрекалиной, и с начальником ЖУ-8, Василием Валерьевичем Найденовым, мы также находимся в плотном контакте. И друг друга только поддерживаем во всех добрых начинаниях. И у нас это получается. Все молодые, все активные, все... Работать. Выполняющие свои должностные обязанности от души. Не просто чисто формально. Ну, и тут еще возникает вопрос, так как вы депутат, еще расскажу с опытом, наверняка у вас уже сформировались какие-то рядовые помощники, что называется. То есть это люди, которые живут в вашем округе, которые, наверное, либо вам символизируют, либо принимают участие в каком-то... Есть у вас актив граждан, на которые вы опираетесь? Или это в основном граждане, которые все время приходят, что-то просят? Нет, таких очень много на самом деле, потому что, ну, я и родился на территории фактически избирательного округа, и всю жизнь там прожил. И вот уже, как вы заметили, четвертый раз избрался. И за эти 50 лет, минувших с моего дня рождения, конечно, выработался очень широкий круг общения. То есть ребята с нашего двора, да? В хорошем смысле слова, то есть вы знаете все. Когда у нас начались многомандатные округа, мы рассматривали для себя возможность, чтобы было вроде как проще работать, как-то территорию поделить между депутатами. Но это оказалось, на самом деле, невозможно, потому что, ну, как вот, если к тебе приходит человек, с которым ты там знаком 20-30 лет, да? Он приходит, против мне, помоги, а ему говорю, слушай, это его дом там. Ну, это вот так, когда мы посмотрели, вроде начинания, ну, любое начинание требует какого-то уяснения, рассмотрения, и чтобы понять, как все это будет. Поэтому вот мы посмотрели на это, да, подумали, ну, наверное, это неправильно, потому что, наверное, еще больше, сложнее запутать все это. Кто к кому пришел, тот с тем и работает. Если, к примеру, оказывается так, что житель или с другой территории избирательного округа, или вообще не проживает, как вы правильно заметили, может проживать на съемной квартире, не являясь зарегистрированным в границах избирательного округа. Ну, если в моих силах все-таки оказать помощь, я не направлю его к коллеге. Если что-то такое, что, к примеру, я же, ну, просто банально не владею ситуацией, к примеру, в том же поселке Октябрьский, да? Я не знаком ни с этой территорией, ни с какими-то нюансами там возникающими, ну, я просто этого не знаю. Я потрачу массу времени для того, чтобы уяснить эти процессы, и, можно сказать, включусь в работу своих коллег. Ну, что я этичным, на самом деле, не считаю для себя и вообще. И вот к сведению сейчас также принимается этика депутата, его правила поведения и в Совете депутатов, и в его общении с жителями, и с иными какими-то структурами. И документ этот важный. То есть прям будет такой официальный документ? Да, мы его рассматривали, некоторые внесли изменения. Я думаю, еще разочек его обсудим, доведем до какого-то совершенства, и тогда примем. Ну, на самом деле, вот если все депутаты, они равны. Вне зависимости даже и от возраста, это всего, но уважение должно присутствовать, потому что мы все одинаковые, по сути, по своей. Мы представители наших жителей. И с одного муниципального образования, городской округ любится Московской области. Исходя из этого, надо строить свою работу. Хорошо. Ну, и тут мы возвращаемся опять к бюджетной комиссии. Почему? Потому что вы ее возглавляете. Бюджет – это такая, ну, скажем, на уровне государственного бюджета, да, идет там 4 чтения и так далее. И очень долго этот процесс продолжается, потому что, ну, понятно, что каждая пытается о своей проблеме сказать и сказать, что она обязательно должна быть учтена в бюджете. Вот насколько сложно идет эта работа, чем отличается ваша комиссия от другой комиссии? Она, наверное, самая сложная или все комиссии более-менее равноценны, но ваша тема интересна, что оттуда финансирование будет на все эти проекты, в которых участвуют другие депутаты? Ну, по сути, финансы, наверное, самое главное, что есть, да, но мне бы хотелось также, любая комиссия назначена, потому что у нее есть именно свой спектр вопросов, которые рассматриваются до обсуждения в Совете депутатов, и члены комиссии выносят с каким-то решением уже рассматриваемый вопрос на заседании Совета депутатов. Оно или положительное, или отрицательное, или с направлением на какую-то доработку, ну, и масса нюансов. Если все это как-то свалить ее в кучу, то, конечно, это будет сложно, непонятно, и в чем-то проблематичнее гораздо для всех, и на этом будет требоваться больше времени и для обсуждения, и для принятия. У нас ситуация следующая. Каждый депутат имеет право с голосом, со своим при голосовании в двух комиссиях, с правом совещательного голоса, он может присутствовать во всех комиссиях. Если есть на это время желание, он может на каждой комиссии присутствовать и одувствовать свои пожелания, но голосовать не имеет права. И раньше было немножко по-другому. Раньше было и в четырех комиссиях, в трех, если мне память не изменяет, но вот это вот принятие решений в первом созыве Совета депутатов городского округа Люберц после объединения, ну, оно, да, оно как-то привело все к более какому-то такому порядку, и корм надо же собрать для того, чтобы проголосовать. По некоторым вопросам, корм должен быть несколько иным, не 50% плюс один голос. Поэтому для упрощения работы, да, сейчас после пандемии у нас появился новый формат заседания, это видеоконференц-связь, но, тем не менее, все-таки живое общение ничто не заменит, и мы гораздо более с каким-то там, да, желанием присутствуем на... Живьем. ...на очных заседаниях и комиссии, и советов, чем, ну, это работа, и, конечно, глядя в глаза, там, своему коллеге, там, представителю администрации, жителями, если они присутствуют, ну, как-то это... Ну, конечно, легче. ...поближе и понятнее. Дмитрий Иванович, ну, у нас, собственно говоря, время уже подходит к финалу, я предлагаю, вот у вас есть возможность обратиться к своим депутатам, если есть такое желание, можете это прямо сделать, вот, что хотите, то можете сказать прямо сейчас. Николай, вы мои пожелания всегда знаете, они исключительно касаются мира, добра и любви для всех нас, для всей нашей любимой Родины, для всех люберчан. Когда мы едины, мы непобедимы, это непростые слова, потому что вместе мы на самом деле силы. И то, что мы знаем сейчас и происходит, и непростая совсем ситуация, и сложная даже, более того, сказать ситуация, но, тем не менее, наверное, мы должны через это пройти, мы должны победить, мы должны остаться единым, великим, сильным государством. Дмитрий Афанасьевич Кристинин, депутат Совета депутатов городского округа Люберцы. Большое вам спасибо. Напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Певненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»